Добрый вечер всем. Я хочу сказать, что уже, как повторюсь, привлекательное, хорошее, со всеми элементами хоккея. Зрители были все довольны, болельщики особенно. А так по игре все старались и обе команды работали. Хоккея из ошибок созданы. Я не ошибаюсь, тут ничего не делать, есть и нам, наши голодки, и коллегам тоже. Все, это основное спасибо. Спасибо за работу. Я хотел Сергея и его команду поздравить с победой. Ну, ноль голов, да, тут сложно что-то говорить. Не забили, Динамо забил два хороших гола на наших ошибках. Ну, в принципе, это же так и есть, как бы, кто меньше ошибок создает, кто-то выигрывает. Вот, мы сегодня создали больше ошибок и, к сожалению, не забили и проиграли игру. Спасибо. Сергей Иванович, вы в прошлом году поблагодарили за результат, но отругали за содержание. Сегодня лучший оттенок? Сергей Иванович, мы практически все выполняем, то, что просили. Удар были, да, ведь большое, особенно, если вообще хорошо играют перед воротами, так я говорю. Ну, у нас были проблемы, Дмитрий Правин сказал, нам не забили, нам чуть побольше повезут. Это все есть над чем работать. Всегда есть над чем работать. Сергей Иванович, сегодня обе шайбы на счету не просто защитников, а защитников ветеранов. С одной стороны, это удивляет, вас не уявило это. Сергей Иванович, если можно, мне ответили, что еще вопрос. Сегодня посмотрел на состав и понял, что, не знаю, может быть, даже не очень огорченное поражение, потому что это был явно смотра молодых сил Сисковских. Сергей Иванович, когда человек начинал 24-го года и моложе, что скажете о молодежи, которые сегодня не опроверяют? Сергей Иванович, что вы знаете, честно говоря, даже в мыслях нет такого, каким составом мы выходим. Я всегда давно говорил, раньше говорил, что кто у нас в команде будет выступать, играть, мы обязаны играть с любым соперником в любом составе. И я думаю, что и прошлую игру мы играли, молодые ребята тоже были, их было очень много. Состав тот, какой он есть на данный момент же, правильно? Ребята молодыми, да, понятно, довольны, где-то недовольны. Знаете, конечно, немножко такая есть, такая неудовлетворенность, но мы понимаем, где она и чего она, почему она существует. Ребята молодые стараются, это здорово, что не робеют. Мы довольны, довольны, реально довольны иметь. Сейчас у вас происходит ротация состава, в голове уже сложились тройки, пятерки, с которыми ты сказал, в начнем сезоне? Ну, завтра уже, да, там побольше все иностранцы там выйдут, завтра мы немножко будем такой постарше у нас выйдет состав. Вот, ребята. Ну, оно, конечно, где-то есть, где-то, опять, мы не можем в силу своих моментов, ну, что-то много говорить, да, вот, ну, как бы, почему мы так играем, там, ну, какие моменты. Вот, где-то молодежь проверяем, где-то кому-то даем отдохнуть, где-то кого-то восстановим, ну, как бы, вот такие моменты, понимаете? Пожалуйста, ваши вопросы. Дмитрий Иванович, второй матч подряд на предсезонном турнире, но он не обходится без достаточно серьезных драк. Это с чем связано? С тем, что эмоции перехлёстывают у хоккеистов уже на предсезонном турнире? Я даже, ну, вы знаете, еще раз, как бы, мы готовы играть жестко, да, вот, наша команда готова играть, но мы, как бы, мы, вот так вот, мы играем не грязно. Грязно играть нельзя, правильно? Ну, мы стараемся не грязно. Ну, если против нас играют грязно, мы, как бы, здесь, ну, у нас, ну, может быть, такой чести такой начинает такое быть, да, вот, ну, мы стараемся друг друга, наверное, защитить, наверное, так. Ну, я не знаю, ну, опять, тут можно эту грань посмотреть, вот, но мне показалось, вот этот удар в голову, он, конечно, был, да, вот это, там, второй раз-то ничего не было, там свой засадил, вот, ну, удар в голову, вот это, ну, опять же, говорю, я тут тяжело залезть в голову, там, игроку, что он делает, он, может быть, и не специально, не случайно, но есть, это, как бы, тоже грязь, правильно? Мы, как бы, ну, начинаем, как бы, здесь, ну, немножко, может, психовать, так по-русски говорят, знаете, вот. Дмитрий Вячеславович, вопрос в догонку. Вот сегодня ваш капитан, назначенный на матч, совершил рывок на синей линии, на пятачок, затем драгу... Ну, посмотрите, как следует матч, ну, ну, как следует, посмотрите, что было до этого, ну, до этого что-то было, посмотрите, ну, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Я понял. Скажите, пожалуйста, вы на белье назначили капитана, ведь он и в церкви ходил, свечу поставил. Причем здесь это? От этих казусов разбавится, кто в осье забьет, кто выбросит шарю, плывет, в общем-то... Вы сами что сказали? Удар в голову был? Удар в голову был. Удар в голову, что может подразумевать? А 1994 ударил в голову. Нет, ну, что может, там еще до этого был момент, посмотрите, как следует видео. Увидите, ладно? Я не одобряю, я... Мы начинаем, да, дискутировать, это он, как бы, ну, начинает немножко, ну, как сказать, грязь, она не должна быть, грязь. Я первый буду против, кто у нас будет играть грязно. Это, вы знаете, это... Мы сами все, наверное, ну, Сергей тоже играл в хоккей, я играл в хоккей. Это травмы, это травмы, это завершение карьеры, это, ну, очень серьезная вещь вообще, понимаете? Очень серьезная вещь. И где-то, ну, должны немножко, чтобы эти страсти... Ну, нас сейчас говорят немного не говорить о судействе. Вот эти ребята должны немножко работать очень профессионально, чтобы вот этих вещей не было, понимаете? Они, как бы, тут задают тон. И вот, чтобы этого не было, они должны немножко... Вот, ну, они тоже должны... Мы играем в хоккей, и они должны играть, понимаете? Они не только должны букве закону, они играть должны тоже, понимать вот эту вот... Понимаете составляющую? Понимаете меня? И судьи тоже должны. Вот это очень важно. Очень важно. Если не понятно, чем провинился капитан Терещенко? Вообще, очень груб, мне кажется, дентельмен на льду. И вдруг на него молодой человек набрасывается и... На дискуссию уже пошла. Влад, я ответил на вопрос. Влад, ну, это пресс-конференция, не дискуссия. По-моему, Дмитрий Квартальнов ответил на этот вопрос. Следующий вопрос... Карвайль Фавери, медиа-танец, у меня к обоим тренерам вопрос. Вот вы говорите о том, что... Что появятся новые игроки, будут сочетания, наверняка новые, а вот иностранные игроки, будут ЦСКА. Вот у вас готовые связки для новых игроков? И какая степень этой ротации будет? Сколько человек может появиться? И сформированы ли вот эти новые сочетания сейчас, на последний день? И вопрос к Дмитрию Квартальному... Подождите, подождите. По порядку, давайте сначала ответим. Один человек. Про ротаря еще к нам вопрос. Как вы потом его ответили? Как оцените игру, мог ли он выручить в тех двух шагах? Я, да? Ну, любой вратарь, как бы, может, у Динамо вытащил, на ноль сыграл, у нас не сыграл. Понимаете? Как бы здесь, тут, понятно, мог помочь, но не получилось, но бывает. А по поводу троек, да, ну, варьируется состав. Еще раз говорю, что здесь, конечно, мы знаем, какие у нас троек, какие у нас пары в голове, конечно. Конечно. Ну, еще раз говорю, мы довольно-таки много используем игроков и считаем, что они должны быть готовы. Готовы к этому и не боимся их выпускать. Понимаете? Еще вопросы по поводу прошедшего матча. Да, пожалуйста. Дмитрий Вячеславович, такой вопрос. Сегодня и первый матч не играл. Александр Попов с чем-то связан? Да и не только он не играл, но где-то даем ребятам отдохнуть, где-то им надо немножко восстановиться, набраться кондиции. Ну, завтра он будет играть. Завтра? Да. Попов? Да. Не будет. Или он в обзор возвращается. Ну, ребят, есть те моменты, которые, ну, как бы мы… Он в составе, он отличный игрок, он будет играть. 22 числа вы его увидите. Ну, и, как бы, есть, знаете, такие вещи, которые мы что-то там… Еще вопросы? Можно еще вопрос, Сергеевич? Развещаю, Володя. Вопрос, насколько вот такая же срока ротация, то есть, если дважды обоих игроков, то можно как-то прийти с командой, или, наоборот, поможем? Нет, еще, говорю, кто на данный матч, или на любой матч, должен выходить сильнейшим. Мы за этим смотрим, и, как бы, сами проявляем эту вопрос. Дмитрий Вячеславович, наверное, последний вопрос уже про ротацию. Вот сегодня отсутствовал Иван Терекин… Вся тройка отсутствовала. Вот это. Да, вот, значит ли это то, что моделируется игра на вот его отъезд на Кубок Мира? И, вообще, насколько будет болезненная вот потеря нападающего на этот период? Ну, если вы бы слышали, я раньше говорил, очень много молодежи, и мы ее не боимся, ее будем смотреть, ее будем… Значит, что выходит, мы ее будем ставить в сезон, этих ребят, да, вот, мне, знаете… Ну, немножко вызывает удивление, знаете, вот у вас такая ротация. Да, ради Бога, пусть другие тренеры не боятся, не стесняются ставить. И, как говорят, это касается плана доверия, подготовки хоккеиста. Ну, пусть подготовят столько хоккеистов и ставят не боятся. Ведь, ну, тоже ведь результат-то никто не отменял, понимаете? Это так легко сказать. Ну, кто-то придерживается одной линии, мы придерживаемся другой линии. Это нормально, сейчас проверяем ребят. И то, что Ваня Телегин, мы об этом не думаем. Ваня Телегин у нас там до Кост уедет, у нас Муршик уедет. У нас много ребят уедут там, ну, когда там, я не знаю, там, олимпийский будет цикл, у ребят на сборы поедут. Ну, пусть едут. И мы должны быть готовы ко всему. У нас, знаете, как, как это говорится, не заменят, не увидят. Не ухнет? Ну, можно так сказать.